всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру тренера в игре фифа 17 называется она вокруг света занесло нас в ростов-на-дону тренируем футбольный клуб ростов стараемся его вытащить наверх турнирной таблицы потихонечку прорываемся с низов уже на девятом месте ну и у нас сегодня ждут такие эпичные матчи как допустим против зенита против анжи и против локомотива зенитом не знаю можно ли их покритиковать или нет по-моему они идут на первом месте мир челуческу ну давайте покритикую все-таки нет они на втором месте идут и восемь очков аж восемь очков отставания цска что-то мне это напоминает как будто реальный чемпионат россии только вместо цска спартак но здесь цска и спартак местами поменять и тройка будет примерно такая же как и в реальности да ну да ладно давайте что ли начинать а тем временем сослан жанаев решил что покидает футбольный клуб ростов просит выставить его на трансфер но это уже другая история возможно мы тоже покинем ростов по окончании сезона очень хочется на это рассчитывать конечно но посмотрим может быть и вакансий не будет поэтому придется играть еще один сезон или пол сезона посмотрим как там пойдет так что сослан похоже будет играть в новом клубе в новом сезоне он просит его выставить на трансфер и не продляет контракт так ну что мир челу ческу состав у них посмотрите ладыгин смольников нету иванович кришта гарсия жулиана маурисио кокорин зюба дании интересный состав шатова они продали я покритикую луческу почему бы и нет а что этом сказал я сказал мир челу ческу как тактик это сложный вопрос жесть ну ладно дмитрий скопинцев получил травму растяжения паха но вообще-то он у нас по моему вообще в резерве да поэтому не страшно получил и получил как бы это ужасно не звучало так байрамян дубе я гацкан ново ерохин кудряшов на вас милля кузьмин все вроде готовы рвать и метать из-за талахи здесь готов выйти также ну и калачев восстановившийся калачев ну может быть тогда бы и рамяна все на баночку садим я думаю да думаю пора ему его посадить именно на баночку бухаров вместо наверное бы и рамяна все-таки сюда пойдет полосиус может с фланга выйти девич кстати говоря девич он может играть и на позиции центрального атакующего видите так что его можно выпускать вместо ирохина по сути то вот я о чем подумал тут а полосиуса на фланг тогда же сжимали диновым запасе держать а байрамяна тогда в резерв да я думаю так и сделаем бухаров мощный будет тоже выходить потому что я его пока не использовал и зря и конечно же зря ну что ж ладно сохраняем нет погоди нужно еще амплуа поставить чтобы штрафные не штрафные пусть на оба бьет дальний штрафной вот пусть может калачев тогда исполняет не тоже но боя пенальти гацкан пусть пусть левый угловой вот угловые калачев все отлично эх какой штрафной в конце матча был с манчестером на олд рафорде в исполнении нового жаль что ромеро вытащил ну да ладно сейчас не об этом рейтинг тренера у нас скачет уже 51 только что был 68 я не понимаю чего это зависит ну да ладно кстати рубин выиграл так что нам тоже нужно побеждать побеждать зенит в гостях причем в санкт-петербурге будет непросто но нам все по плечу мне кажется тем более калачев восстановился играть будем в дождь ну что ж стартовый свисток прозвучал будем считать что это петровский поехали ну и хочется посмотреть состав соответствует ли он тем прикидкам которые были перед матчем на пресс-конференции дани дзюба жулиано справа играет маурисио эрнани юсупов немножко другой состав кришета ломберц иванович смольников и ладыгин на воротах жулиано справа интересная позиция надо сказать что я похоже разозлил действительно замотивировал зенит потому что они меня не мне мяч вообще не отдают ростову эрнани вон тут распоряжается калачев на фланге разобрался скришета по моему калачев подача в центр вот его навес и смотрите как опасно на александра ерохина мяч пошел не успел александр но тем не менее первый навес от тимофея нового заброс на азмуна азмун а я я я немножечко техники тут не хватило калачев калачев очередной навес на мусу дымбия смольников и дымбия примерно одного роста но нет смольников все-таки чуть повыше и этот верховой мяч забрал дзюба пас в разрез вот это неплохо маурисио подключается и делает ошибку аут в пользу ростова но такая борьба борьба 0-0 пока что моментов нет и снова калачев с кузьминым здесь разыгрывают два ветерана на фланге у нас кузьмин пас центр ерохин передача на азмуна и смольников за своей стартовой скорости успел к этому мячу а ведь центральная ось как это часто бывает к сожалению и в реальности центральные защитники зенита провалились вы знаете это наверное первый матч за всю карьеру когда большую половину первого тайма играю я на своей половине поля то есть зенит заставляет так играть нового передача на азмуна и снова смольников ты посмотри смещается в центр и страхует центральных защитников постоянно раз за разом мусадумбия свободная бровка перед ним мусадумбия прострел на линию штрафной перехвачен отбор на чужой половине вот это здорово кудряшов но бо кузьмин можно отсюда заряжать вот это уже шанс рядом со штангой правый защитник подключился в центр и удар противоход мне кажется юрий ладыгин здесь уже ничем бы не помог зениту как и маурисио пытавшийся подставить корпус под этот мяч штанга мусадумбия сам отобрал сам хотел забить но к сожалению чуть чуть не повезло калачев передача в штрафную снова кузьмин кузьмин навес угловой ладыгин в подкате летел и вот теперь тимофей калачев давайте смотреть на его угловые навес ерохин выше перекладины первый тайм позади ну такая игра интересная довольно таки матч очень интересный в плане того что борьба на каждом участке поля то зенит захватывает инициативу то ростов но у нас все таки моменты были чуть поопаснее и наконец-то азмун у нас не выдохся выдохся зато но оба немножко но пока терпит мусадумбия против смольникова здесь мусадумбия развернул смольникова идет дальше подкат от игоря очень рискованный но точно в мяч до муседумбия муседумбия со смольниковым здесь тяжело гацкан против юсупова дубия снова гацкан подачи на дальнюю штангу нет на ближнюю азмун здесь но бо и снова можно но бо сыграть зачем-то разворачиваешься шел бы вперед дальше азмун там пяточки подработал как раз под удар нового но он остановился развернулся и потом уже из-под защитников с разворота ударил в руки ладыгину кузьми накалачев снова калачев створ летит мяч угловой будет хотя как не знаю может быть задел ногу защитника тимофей на вес неплохо летит мяч снова и будет еще один угловой специально я не подбирал снова тимофей подача но в этот раз защита зенита была надежной штанга серда размун вторая штанга уже сегодня чуть-чуть не везет никак мяч не залетает в ворота но это из-за того что у нас лимит времени постоянно зенит накрывает и мало пространства дает 61 минута встречи пора делать перестановочки пора делать замены и я попробую выпустить александра бухарова и марка девича плюс наверное пола все все-таки вместо калачева сразу пола все в отборе как как здорово сыграл паласиос на противоходе поймал а дальше что такое где подача то браво джанаев вот сейчас супер момент был у зенита жулиана не забивает стопроцентный не реализует стопроцентный шанс оставили его здесь штрафной удар в дальний угол но джанаев очень уверенно и надежно не стал зенит разыгрывать угловой будет подача роберт мак вышел вместо мигеля дани нет все таки разыгрывают жулиано бухаров здесь не успел накрыть жанаев паласиос не доменька кришета с калачевым у него было больше проблем честно скажу может быть я ошибся в заменах против ивановича мусадумбия тоже тут не сдюжил опытный серп прочитал что я буду разворачиваться под правую ногу для подачи и мяч перехватил паласиос сразу на девича но оба подключается немножко на фланг сместился снова девич мяч стал держаться это хорошо гацкан девич бухарова надо выводить не точный пас последняя 10 минутка уже началась угловой у ворот ростова игорь смольников навешивает но тут в руки джанаеву джанаев не очень уверенно сыграл ломберц на кудряшова скинул кудряшов ухты луишнету луишнету и навешивает сразу сесарна вас ошибается по мячу промахивается кудряшов ну вперед вперед нужно идти вперед но оба мусадумбия девич развернулся бухаров дальше еще фланг открыт тут гацкан из последних сил снова в пас в центр бухаров но оба нет контратака на этом завершилась завершилась она ничем подустали подустали ростовчане паласиос вот свеженький то отобрал мяч нарушение правил далековато конечно хотя но бо для него хорошая точка подошла стеночка должна быть желтая карточка нет смотри судья не реагирует давай попробуем пробить и тащит ладыгин к сожалению в нижний угол мяч пошел хотя я пытался его поднять но все равно неплохо было опасненько опасненько было выиграть здесь мяч выиграть здесь мяч гацкан здорово паласиос против мака свеженького тоже паласиос там мусадумбия совершенно один пас плохой на фланге дальше еще кудряшов делает забегание навес в руку попадает мяч кудряшов прострел юсупов на месте защитника бухарова опережает мак не пустили его паласиос скорее всего последняя атака паласиос разворачивает защитника подача с левой девич нет почему же там был не бухаров то а угловой вот наш последний шанс скорее всего но боу мяча разыгрываем навес на дальнюю штангу ладыгин тут как тут ну что ж 0-0 достойно с зенитом конечно но потеря двух очков нам вообще нельзя терять очков очки сейчас такой ситуации но что поделать две штанги были шансы не использовали у зенита 4 удара 3 в створ у ростова 7 ударов 2 в створ еще две штанги ну считай 4 в створ хотя штанга это не створ оценки игроков кузьмин лучший игрок матча анжи идет на 6 месте но их тоже нужно покритиковать конечно же 37 очков ну вот если мы их обыграем приблизимся будет отставание 8 да короче нет шансов у нас уже зацепиться за лигу европы слишком большое было отставание но чем будем выше в таблице тем лучше хотя рейтинг тренера все равно не особо растет у нас независимо от наших результатов ни одного поражения не было я вам напомню но фифа это не учитывается вот как сначала сезона ты не выполняешь задачи и пофиг вообще что ты пришел только в середине сезона александр григорян критика и так смотрим гацкан немножко устал давайте выйдет из-за талахи сыграет сразу в стар старте но было тоже и кузьмин 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 ну что киреева что ли ставить защиту или терентьева терентьев в плохой форме ладно пусть набирает пусть набирает калачев у нас капитан кстати ну после ухода гацкана это и правильно скорее всего окей все поехали ну что ж стартовый свисток прозвучал анжи на шестом месте напомню вам и неплохо идут совсем неплохо нам-то все равно нужно побеждать свободная зона образовалась здесь перед муса думбия разворот и удар по ноге точнее он хотел подать ударил по ноге паршивлюка и у самого же травма не поднимается муса думбия это плохо ерохин на фланге пас центр терентьеву но было раскачиваем калачев плохой прием мяча тимофея муса думбия с травмой в любом случае навес хороший серда размон да почему же головой то все время выше летит я не понимаю столько хороших навесов ростовских получается но никак не залетает то в перекладину то вообще выше так я так понимаю мусу думбия надо менять да с повреждением не хочу чтоб он играл выходит жемоледдинов ого георгиевский разогнался пас центр мевля ох яковлев на подворе рикошет и от мевли чуть ворота не залетела так аккуратнее аккуратнее без паники своей штрафной этого еще нам не хватало отлично ерохин прям скинул под удар но контратака будет или нет ерохин делать забегание получает мяч тут сложно корпус против рабио поставить да рабио теснил через ноги там как-то в штангу на ближней штанге после прострела вот это анжи атакует похлеще зенита как ни странно вообще я заметил что у них состав здесь немножко не соответствует действительности допустим тегиев у них играет что странно должен быть спартаке вот он ну сердаразмун его конечно опередил здесь мяч отобрал но все равно нобо пробить не дают жемоледдинов смотрите что сотворил а дальше сам попытался уйти еще и тут лег и прервал передачу своих же партнеров итоге атака ничем не закончилась ерохин быстрее нужно расставаться с мячом быстрее александр уходит от защитника надо забивать юрченко тащит калачев на добивание чуть-чуть на шаг опоздал тимофей будет навешивать подача да что ж такое то удары все в никуда хотя тут угловой еще один видимо кого-то задело навес опять не точно опять угловой очередной раз подача калачева в центр штрафной рабью как ты там выиграл у наваса казалось бы уже нереально это да конечно выпустил я на фланг терентьева и уже жалею об этом он вообще не успевает именно по этому флангу он жив все атаки проводит боли с мячом прострел гол но тут уже никто не мешал пытался там помешать но он корпус поставил там либо пенальти либо ну вот то что получилось да а все с фланга терентьева приходит так он форму конечно у нас не наберет но ничего есть у нас еще целый тайм чтобы вытащить этот матч пока что 0 1 горим да в самой концовке тайма пропускаем самой концовочки так замен я наверное делать не буду одна у нас вынуждены уже было если только терентьева да нет нет смысла менять сейчас никого а вот у анжи замена макарчан забил а кто у них вышел кто ушел интересно знать гасанов место как раз макарчана нового калачев забегание 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 нужно больше открываний тирентьев точно на ногу а дальше из-за талахи снова нового кто-нибудь откроется или нет ерохин но бану юрченко хорошо разыграли мне понравилось калачев на вес на ближнюю штангу ерохин в очередной раз выше перекладины калачев свободная зона перед ним но скорости не хватит убежать он ждет подключение терентьева вернуть можно в центр в центр нужно вернуть и открывание ерохин берет на себя александр ну же кто-то ногу поставил или это опять юрченко тащит что за сейв еще у этого вратаря да он среагировал рукой затащил охренеть калачев очередная подача что ж такое то еще один угловой много угловых а толку никакого давайте разыграем что ли вот хороший навес вроде бы был там никого мевля ухты а не плохо летела то еще будет один угловой поджали забить не получается только снова разыграем калачев навес на дальнюю штангу шандау ну здесь то уже с а ерохин и азмун великолепно разыграли так еще есть полчаса у нас чуть меньше конечно 20 мин 25 минут примерно но время все равно есть еще чтоб забить гол ерохин и азмун браво просто браво смотрим паласиус нужен паласиус срочно нужен паласиус и наверное нужен гацкан но бы устал паласиус вместо ерохина попробуем так жималединов сразу отбор придержи придержи мяч придержи сыграй на защитника получилось кудряшов из-за талахи паласиус сразу в одно касание на азмуна тегиев тут вылетает паласиус на подборе паласиус не пускает его шандау который в три раза больше паласиуса гацкан жималединов ну что-нибудь придумать что-нибудь придумать можно нет здесь гацкан георгиевский сзади подкрался из-за талахи ну давайте из последних сил ребята 10 минут остается калачев по флангу теги в подкате из-за талахи нужны открывания больше открываний паласиус меня услышал кажется паласиус развернулся азмун упас да что ж такое то штанга опять сердарушка ворота нужно попадать паласиус разбрасывает мячи калачев упас снова паласиус проходит защитника а это уже было лишним может быть бить надо хотя там тоже неудобно браво паласиус усилил атаку нас усилил калачев нужно сразу навесить тимофей подача паласиус выскакивал а вот а вот в пользу ростова калачев на вес юрченко на выходе еще и нарушение правил паласиус атака на вратаря ну и кажется все да ничья опять черт эти потери очков вообще никуда нам не упирались паласиус азмун делает забегание сердар жираф ногу подставляет играет в подкате блокирует этот удар анжи с мячом 89 минута владеет на своей половине поля второй тай мы конечно провели намного сильнее первого почему так происходит достаточно часто у нас я не знаю заброс за спину кудряшов ну что даст еще время судья на одну атаку или нет гацкан паласиус трудно тут паласиуса опекают уже там всей командой азмун перевод в центр из аталахи жималеддинов кудряшов подключается кудряшов нет паршивлюк все разгадал еще и нарушение правил но все теперь точно ничья еще два очка мы теряем такими темпами мы конечно наверх подниматься больше не будем останемся на девятом месте и такими темпами мы останемся и в ростове на следующий сезон но ничего это неплохо если останемся в ростове то будем выполнять задачи нормально уже не как сейчас упорота за пол сезона некоторые выполнены невыполнимые вообще задачи теперь для нас да по ударам лучше но что делать один один счет два очка потеряно на три недели мусадумбия выбыл на три недели еще одна наша проблема ну что ж вот покупка теперь оправдывается жималеддинова а вместо думбии ну что байрамян тут других вариантов нет так локомотив всеми на покритикуем тоже будет непростой матч рейтинг тренера 50 уже кошмар никогда у меня в карьерах такой такого низкого рейтинга тренера не было правда рейтинг появился только вроде в 17 фифа так что не так много карьер я играл только за оренбург азмун устал пусть выйдет бухаров старте с локомотивом посмотрим на него остальные пусть остаются поехали азмуна можно выпустить на тайм или на минут 30 в конце и снова кстати дождь в дождь не очень приятно играть честно скажу за ростов но что поделать состав локомотива хочу посмотреть чисто ради интереса глянуть ну-ка так не то портнягин фернандеш майкон денисов коломейцев фарфан денисов виталий чорлука печина и щенбаев гильермен 4 4 1 1 они играют интересно неплохо первый удар но в руки гильермен не очень сильно с острова угла же малединов взял на себя развернулся пробил почему бы и нет борьба в центре какая тут и нарушение было со стороны ерохина александр бухаров пас центр нового пяточка печинович печинович прочитал в ногу ему мяч угодил я думаю все видели что я хотел сделать этой пяточкой ввести один на один партнера кудряшов навес хороший навес но там черлука и печинович наверху тоже хорошо действуют эти защитники против ерохина и бухарова интересное соперничество интересное очень интересная жималединов кудряшов снова подача не очень удачно было но не очень удобно было подавать 20 минута встречи много угловых у ворот ростова локомотив зарабатывает еще один навес джанаев на выходе ладошка сыграл причем не кулаком немножко меня это тревожит то что позволяем много угловых исполнять локомотиву все это из-за их атак денисов портнягин еще один удар еще один угловой да локомотив опять лучше в первом тайме я не знаю почему первый тайм постоянно проваливаем навес гацкан личный прием меча был да и что еще один угловой нет удар от ворот напомню что локомотив там идет уже на втором месте они зенит обошли и у них борьба даже за чемпионство можно сказать и видно что заслуженно не на втором месте находится еще очень сложно отобрать но когда получается бывают нас острые моменты бухаров калачев бухаров почему ты в ту сторону то развернулся е-мое александр и подарил мяч тем самым виталию денисову калачев великолепно жималединов ну вот опять пятка и доски до свидания называется пятка и пожалуйста какая красота комбинация прошла причем бухаров оказался на месте разыгрывающего а жималединов слева фланга ушел направо и вот здесь но боя бухаров все в одно касание калачев тоже в касание пяткой ай тимофей белорусский ювелирный пас пяточкой нажимали динам и тот дальний угол ну красиво же 1-0 вот так терпели весь тайм и на 37 минуте провели острую атаку забили опять пятка жималединов на калачева в этот раз он вернул должок он вернул должок и наша очередная комбинация 2-0 и снова я так понимаю там виталий денисов не успевает опять через эту зону смотрите раз ай жималединов этот раз ванкуверские пяточки пришли в ростов просто защитники локомотива такого не ожидают и не перекрывают эти зоны тимофей калачев гол плюс пас и жималединов тоже рифат по-моему да у него имя гол плюс пас эти два крайних нападающих сделали нам игру в первом тайме отлично ну что ж не знаю нужно ли кого-то менять калачев подустал давайте чтобы уберечь его от травмы наверное сделаю я замену выйдет паласиос доиграет этот матч 56 минута встречи я больше стал играть на удержание мяча чтобы не допустить контратаки большого количества атак на наши ворота локомотиву это не нравится они начинают фалить начинают идти в мощный такой прессинг и без нарушений не обходится паласиос кузьмин обратно на паласиоса немножко неудачно но зато точно зато не перехват нобова снова кузьмин снова нобова опасно бухарова александр пытался развернуться но против черлоки сложновато за счет корпуса там кузьмин нарушил правила на виталии денисове на фланге ну а я думаю что еще нужно сделать несколько перестановок азмун конечно же выйдет ну и наверное попробуем байромяна как раз с другой стороны ну да байромяна потому что же малединов подустал по яромяна лучше пойдет направо паласиос налево такие вот перестановочки не реkes не бей не бей не бей не бей не бей рано я нажал удар кузьмин но чистое нарушение правил чистое нарушения правил байромян у меча нет 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 не у меча Нобо Пробуем куда-нибудь вот сюда На дальнюю штангу и скинуть Нет, Чёрлука против Сесарана вас Ой, Паласио, совсем один Режь угол, забивай Ну, можно и так Ах! Уже в дальний угол, всё уже Нацелил стик, уже нажал Точный удар мог быть Да случился бы скорее именно точный удар Но в этот самый момент Защитник отобрал мяч Что-то Паласиоса совсем не кровит Это опять Денисов, кстати, тут ошибается в позициях Ах! И Денисова он обыгрывает Паласиоса А вот там подстраховка потом в лице Майкона Не, я ошибаюсь, там же всё-таки правый защитник А не левый Это в первом тайме Виталий Денисов косячил А тут, видимо Правый защитник Локомотива Чё себе Ну, линии штрафной Сесарна вас, да Верхом такую передачу отдаёт И Рохин по центру Александр Не успевают защитники Чистый подкаст Всё-таки успели Не успел я корпусом закрыть Байрамян Ну, Бо! Ну! Да господи! Отличный удар ведь у Кристиана Не поймал мяч на подъём, видимо Не попал в дальний угол Надо забивать уже третий Столько шансов Чтобы учинить разгром Локомотиву А какой был тяжёлый первый тайм Точнее, первые 37 минут Ну, до забитого нами мяча А потом уже всё было под контролем Абсолютно всё Да 2-0 победа Ну, хоть одна победа В этой серии А то ничья с Зенитом Ничья с Анжи Но по-прежнему После нашего прихода в Ростов Ростов ни единого поражения не потерпел Стоит это отметить Да, у нас меньше ударов Но зато какие красивые голы Калачёв 9-1 Жамалединов 9-5 оценка Но они сделали, да Они сделали этот матч У них и по голевой передаче И по голу Друг другу отдали Красавцы Просто красавцы В следующей серии У нас будет поединок против Томи Ну, Петракова-то я точно покритикую Его есть за что Хотя у Томи там совсем состав не ахти Если честно Ну что Девятое место по-прежнему Пять очков до Рубина Пять очков до Рубина Шесть до Терека Девять до Анжи Что там ещё Двенадцать, да До Локомотива Вот мы обыграли Локомотив Локомотив улетел А он одно время был на втором месте А возможно там на матч больше было Или ещё как-то Я видел в таблице Они были на втором месте Но сейчас уже на пятом Зенит на четвёртом Краснодар на втором Спартак на третьем На ЦСКА тут уже чемпион походу Да Пять очков до Рубина Шесть до Терека Ну вот Рубина и Терек Ещё реально достать Наверное за шесть туров Насчёт Анжи Сомневаюсь Вот если бы их обыграли Да Если бы мы набрали сегодня Ну выиграли бы все матчи Набрали бы 34 очка И это позволило бы нам Ну собственно быть на девятом месте Но отрыв был бы меньше Да Жалко И как раз Зенит там Впереди нас И Анжи В общем матчи с командами Из верхней половины Складываются для нас Не так удачно Но оно и понятно Оно и логично Смотрим Ну что Томи Рубин как раз Томи Рубин Уфа Амкар Краснодар Урал Вот оставшиеся матчи За две серии доиграем И будем смотреть Либо уйдём в другой клуб Либо продолжим в Ростове Смотря какие вакансии Будут предложены Но с нашим рейтингом 54 Я не надеюсь Что меня куда-то возьмут Если честно уже Это Тупость ФИФА То что Я пришёл по ходу сезона Но рейтинг Как будто я работаю С начала сезона Ну да ладно Я уже Сколько раз это повторял В общем да Пять очков до Рубина Наша цель Рубин Тем более с ними будем играть Надеюсь они потеряют очки А потом мы их обыграем И обойдём Такие планы на следующую серию Всем спасибо за просмотр Не забывайте про лайки и комментарии И всем пока